Четвертое. Ортодоксальный модернизм как синтез позитивной сути, охранительной и обновленческой позиций. Рассмотрим, как такой подход работает на практике. В какой-то практической ситуации они решат пойти на компромисс. Здесь мы уступим, а здесь уступите вы. И как-то договорятся при наличии других общих интересов или же опасности со стороны общего врага. Но в области идеологии они отнюдь не приходят и не собираются приходить ни к какой общей точке зрения. Так что компромисс между ними не рождает ничего нового и дает лишь временное перемирие. Концепция Жирафа Кука, ортодоксальный модернизм – это совсем не компромисс этих точек зрения, но их синтез. То есть выявление в каждой из этих точек зрения центрального ядра, божественной идеи и затем построение новой конструкции на объединении этих идей. Это происходит следующим образом. Рассмотрим сначала, что является центральным ядром, сутью дела в охранительно-харидимной точке зрения. Очевидно, что это утверждение о том, что Галаха божественна. Это утверждение, несомненно, правильно и позитивно. Вообще, поскольку ортодоксальный модернизм Рава Кука является ортодоксальной религиозной идеологией, то он, конечно, подчеркивает необходимость полного соблюдения Галахи. И поэтому мы должны перенести идею божественности Галахи в формирующийся ортодоксальный модернизм. А что является ядром божественной искры в обновленческой реформистской точке зрения? Очевидно, утверждение о том, что этическое чувство божественно. И эта позиция и идея тоже, несомненно, правильна. Поэтому и она тоже должна быть реализована в ортодоксальном модернизме. Итак, ортодоксальный модернизм должен быть построен на обеих этих идеях и на божественности Галахи, и на божественности этического чувства. С точки зрения ортодоксального модернизма, как Галаха, так и этическое чувство являются по своему происхождению божественными. Однако характер их божественности различен. Источник Галахи — это, кавычки, «божественная трансцендентная», кавычки. То есть это та божественность, которая при даровании Торы на Синая извне спустилась в наш мир, и, соответственно, источник ее появления вне нашего мира, он трансцендентен. А затем она постепенно по традиции доходит до нас. А источник этического чувства — божественная и монентная. То есть это та божественность, которая проявляется из, собственно, самой нашей жизни, из нашего интуитивного чувства совести, из образа Бога в человеке. А поскольку и то, и другое божественно, то, как объясняет Рав Кук, ни одно из них не имеет права уступить. Поэтому нам нужно реализовать в полной мере и Галаху, и этическое чувство. Но как же быть в случае конфликта между ними? Поскольку и Галаха, и этическое чувство имеют один и тот же божественный источник, то, следовательно, они должны между собой согласовываться. Но что же нам делать, если реально в нашей сегодняшней жизни они не согласуются? Ответ состоит в том, что причина несогласования кроется не в истинном противоречии Галахи и этики, а в нашем неправильном понимании Галахи, или же в нашем неправильном и недостаточном понимании собственного этического чувства. Или, скорее, и в том, и в другом одновременно. Причина не в Галахе самой по себе, а в наших ошибках восприятия Галахи. И также не в этическом чувстве самом по себе, а в том, что мы были обмануты поверхностным этическим чувством и недостаточно задумались над сутью дела. Поэтому наша задача состоит в том, чтобы начать уточнять, «зачищать» в кавычках, то есть разбирать и анализировать обе эти основы нашего существования, как Галаху, так и этическое чувство, чтобы счистить покрывающую их шелуху и выявить их истинное содержание так, чтобы в конце концов они согласовались, притерлись друг к другу. Конечно, здесь, как и в любой другой ситуации, создать синтез очень непросто. Это совсем не механическое объединение. Для этого надо любить обе эти точки зрения и глубоко чувствовать их. Ниже мы рассмотрим конкретно, как к подобному синтезу можно прийти в некоторых конкретных случаях.